Мы продолжаем держать руку на пульсе! Приветствуем всех, друзья! 38-й юбилейный выпуск подкаста с биатлонных этапов Кубка Мира. Мы во Франции, завтра уезжать, но сегодня по горячим следам обязательно нужно проанализировать все то, что случилось у нас в декабре. Закончились все декабрьские этапы Кубка Мира. Тренеры нам в Мигзоне пришли и первым нам, а значит и вам, объявили, кто поедет на январские этапы. И это, конечно, было сенсационно! Но только это должно быть еще утверждено правлением СБР. Гори оно огнем, тренеры объявили, и уже это надо обсуждать. Но на данный момент, друзья, в воротах Третьяк, Макаров Луренов-Крутов, Фетисов-Касатонов. И финиширует Гараничев! Ну, в общем, на самом деле по мужскому составу у меня сомнений нет. Сейчас появилась инсайдерская информация, всяких говносайтов, то, что там, дескать, может быть, сам Евгений Гараничев, гордость тюменского народа, знаменитый охотник, знаменитый мастер, ну, как вот называется, дриблинга автомобилей. Что он может тоже вдруг не поехать, и малышка может не поехать. Но я считаю, что Евгений нам очень нужен. Евгений – это настоящий эстафетный боец, и потому что, если человека брать на январь, 100% Евгений должен бегать именно в эстафетах. Потому что иначе просто тратятся бюджетные деньги на Евгения, который непонятно зачем приезжает после услуг тюменского фитнес-тренера, и, собственно говоря, никуда не попадает. Это важно, это важно. Мы поддерживаем Евгения, друзья. Это не ирония, это просто, ну, возможность как-то подкрестнуть спортсмена, потому что Евгений может бегать в эстафетах, Гараничев может. А если вдруг, а если вдруг, вот мы берем на январь эстафета, и он раз и не может бежать. А у нас же состав-то берется сразу на три этапа, если мы… Я согласен. Не-не-не, там ротация будет. Ротация стопроцентная. И вот это, друзья, вожделенная история. Чемпионат Тюменской области. Нет, на приз губернатора там. Приз губернатора? Конечно. Чемпионат ПФО, опять же. Я помню, когда я искал Екатерину Шумилову однажды, пытаясь понять, куда же она делась. И самые крупные старты, которых я нашел, это был вот чемпионат ПФО. Она даже… или чемпионат даже какой-то… Нет, это называется зона, это зональное соревнование. А мы, думаю, новый турнир вместе с Владимиром Якушевым, кубок министра ЖКХ. И там тоже, может быть, кстати говоря, сенсационные результаты. Нет, но если говорить серьезно, друзья, на самом деле, вот я считаю, что вот эта шестерка, которая должна будет поехать на январь, если не произойдет никаких неожиданностей, плюс халили, либо запасной, либо полноценный участник, она вполне разумная. Объясню почему. Почему? Потому что, ну правда, у женщин есть на кого менять, у мужчин пока слабовато. И даже Евгений, безотносительный эстафет, с поправкой на знаменитого тюменского фитнес-инструктора, сможет всех победить. А я считаю, что такие спортсмены, как Гараньчев и Малышка, которые, ну, к сожалению, пока погода большой на этап Кубка мира не делают своими результатами, на них никак не повлияет, если они вдруг сбегают где-нибудь на этап Кубка IBU, или передохнут, предоставив место кому-то другим. Нам не нужно их накатывать, и Малышка, и Гараньчева можно в любой момент привезти на чемпионат мира, они уже накатаны годами. Это правда, но Малышка боится, и при всей моей любви и уважении к Диме, он даже не рассматривает возможность на Ижевку поехать, говорит о том, что дальше выжженная земля, и это странно, потому что он тем самым, ну, неосторожными высказываниями, все-таки плодит недоброжелателей. Хотя, с другой стороны, это все полная фигня, друзья, и даже вы, посылающие нафиг комментаторов или корреспондентов, вы должны понимать, что главное это вот эти самые лайки, главная движуха, больше гламура и макияжа, и маникюра, конечно. Я хотел сказать про другое, просто мы когда Маргарита Васильева, когда она еще не поехала на Кубок мира, и мы с ней записывали интервью на летнем мире. Мы же, Губербэнд сейчас, мы же делаем кавер-версию. Маргарита, о-о-о, Маргарита, ведь ты не забыла. Маргарита, техника безопасности, друзья, 30 декабря, Губербэнд и творческий вечер комментатора Губерниева, может быть, если я доплачу, придут Занин и Трифонов, сбор гостей в 20.00, начало в 21.00, будет по-настоящему жарко. Ты говоришь, что техника безопасности, что это клуб? Техника безопасности, это клуб в Москве, популярный Евгений Евневич, который в мокрой футболке показывал свои большие казанские сосцы, и он знает о существовании этого клуба. Это прекрасно. Так вот, по поводу Маргариты Васильевой, она рассказывала, когда вот она многие годы бегала на Кубке России, и у них там у всех была главная мечта, это дождаться, когда приедут биатлонисты из сборной России на ижевскую винтовку, и размотать этих биатлонистов в сборной России. Чтобы проехаться им по ушам, сделать легкий дзынь-дзынь. Вот они же, мы здесь, вот они, мы все в порядке. В Ижевске, в Увате, в Новосибирске, в Чайковском, в Тюмени. Мы все есть, посмотрите. И, и, мы вспоминаем опыт прошлого года, когда с Кубка России взяли в национальную команду Павлову и Васильеву, которых, по большому счету, там нашли. Нет, ну это взяли с самого начала сезона. Да, но мы подавали этот образ, как будто вот они прямо с Кубка России. И это было интересно. Они были не, ну как бы, бойцы без опыта выступления на Кубке Мера. Они были этакой, знаете, друзья, сенсационной бужумбук-колбаской. А как, Дмитрий Владимирович... Звездочка под носом, которую помасал и прям, ой, как, Дмитрий Владимирович. Ты будешь подавать образ Ирины Старых. Она откуда? А что ее подавать? Ирина Старых... А какой образ? Нет, Ирина Старых это образ того, что у нас работают законы. У нас работают законы. Есть тренерской, есть критерии отбора. И, пожалуйста, она по этим критериям отбора железно прошла. Я сегодня, когда делал материал о том, кто поедет на январь, я там прямо целенаправленно написал слово, что не должна поехать на Кубок Мира в январе, а гарантированно попадает на Кубок Мира в январе Ирина Старых, потому что она выполнила все критерии отбора. Она лучшая из наших на Кубке АйБЮ. А там черным по белому написано. Лучшая из наших едет на Кубок Мира. Но если Старых едет, то Карим Саид Харимула... Вы просто Карим. Харимула. Саид Харимула Халили. Саид Харимула. Ну, просто Карим. Ну, рождение с Павловского Пассада. Павло Пассад, Назарева, Дрезнай. Нет, пересвет. Пересвет. Это рядом. Йоханес Тинас Бео и Саид Харимула Халили. Ну и классно. Нет, на Йоханеса... Это классно. Ингрид Ланбарк Тандревольт. На Йоханеса Бео похож Вьюхен. Ланбарк Тандревольт три года назад начинал, а сегодня... Да, она раньше начала. Неважно. В желтой майке бежал. И вот этого нашим не хватает, биатлонистам. Я хочу сказать, что правильно сделали. Давайте поставим точку. Мы обсуждаем реально Малышка. Обсуждаем реально Гараничева. Мы не обсуждаем сейчас Елисеева и Логинова, потому что они попали на этапы вполне справедливо. Но и также, господа, согласитесь, что Латыпов и Поршнев обязаны выступать за сборную. Выкатывать нужно парней, потому что они большие молодцы, потенциал огромный. И скоро всех победят. При всей моей любви к Эдику, почему-то у него большие проблемы с реализацией своего таланта. Сегодня большие, второй год. В прошлом году эстафету прибежал в Хокфиль, с него выгнали. Как тряпку из команды. Вообще, мне изначально очень нравится вот эта система, что у нас не начинается истерики уже на первых этапах. Когда взяли на три этапа спортсменов, их возят и всем гарантированно объявили. Три этапа вы точно отъездите. И точно так же, мне кажется, нужно поступить на январских этапах. Потому что, ну, ё-моё, реально тяжело выступать. И все всегда об этом говорили, что у нас ты сидишь вечно как на пороховой бочке. Только плохой результат, и ты вылетаешь просто как профиль из команды. А это страшно. Вот я не понимаю, почему это страшно, вылететь из команды. Я вспоминаю, Дим, ты сейчас вот не дашь соврать. Потому что ты не можешь бояться ошибиться. Подожди секунду. Занин, может быть, этого не помнит. Но когда Кубок Айбевич назывался Кубком Европы, и прекраснейшие времена, когда у нас с каждого этапа Кубка Мира кто-то отправлялся на этап Кубка Европы, и там обязательно побеждал. Да, и тот же Гаранчев, между прочим, справедливости ради, когда был отправлен на Кубок Айбью, как-то раз был в первом... 2012-й, там, 11-й год. Первый-второй вернулся хорошему спортсмену. Ссылка на этап Кубка Европы, серечь этап Кубка Айбью, никогда, Илья, не вредит. Абсолютно точно. Я об этом и говорю. Занин, вернись, прекрати звонить моему корешу Роману. Занину он спит. Я воды из-под крана попил, сил моих больше нет сидеть и терпеть. Если тебе мало воды, тебе было сегодня в Мастарте, я ничего-то не пойму. Ну как-то нельзя так резко просто обрывать вот эти вот водные процедуры, которые в течение дня были. Так вот, мы про это же и говорим. И Илюха же с этого и начал, что Эдуарду Латыпову, может, как раз и стоило сгонять на Кубок Айбью. Да, многим стоило бы. Конечно, размотать там всех и все, и вернуться назад королем. Он сразу же в эстафетную четверку на чемпионат мира. Просто они же здесь, ну окей, да, они, нет-нет, заезжают в очки. Но они не зарабатывают здесь денег. Да, может быть, они что-то получают дополнительно от спонсоров, выступая на этап Кубка мира, а не Айбью. Да, они чуть дороже стоят, их рекламные места. Но я не понимаю, в чем разница. То есть это же все рядом. Здесь Кубки Айбью, это надо на автобусе доехать. Вообще я воспитан на коронной фразе моего папы, который постоянно смотрел, как играет наш красноярский металлург, футбольный клуб тогда еще металлург, или сборная России. И каждый раз после поражения он говорил одну и ту же фразу. Всех разогнать, молодежь набрать, пускай бегают. Вот примерно так же я смотрю, иногда, иногда смотрю на сборную России. И мне прям очень нравится, когда работает лифт с Кубка России. Ну правда, ну это должна быть просто красивая история. Я, кстати, полностью согласен. Это говорит о демократических институтах в спорте. Это драматургия у нас каждый раз будет. Человек бегал в упаде. И сборная, не закрытый клуб. Конечно. И вот он оттуда поднимается, приезжает на Кубок Мира, как Лариса Куклина. Первая гонка на Кубке Мира. Какая у нее была? Эстафета в Эберхофе. Сразу же победа. Но это же классно, это же красиво. Когда Евгения Павлова, первой гонки на Кубке Мира, бежит в Поклюке в прошлом сезоне. И в итоге, по итогам этапов Поклюки, она там в топ-10 общего зачета входит. Но это же круто. И все, кто сидят в России, в тот момент смотрят трансляции по телевизору, они понимают, что «Да Женька, вот же только что с нами бегала, значит, мы тоже все здесь в порядке, мы тоже все можем». Я к тому, что не нужно игнорировать Кубок России. Вот о чем речь. И не нужно вообще им пренебрегать и вот так к нему как-то относиться, как будто это, ну я не знаю, тебе реально как будто на казнь отправляют. Ну ты приедешь, если ты в порядке покажи, если в порядке ты это покажешь. Ну ё-моё, там же не одна гонка все решает. Там три гонки, два спринта, индивидуалка. Пожалуйста, три шанса хорошо пробежать. Это где? На ижевской винтовке сейчас будет. Я понял. Два спринта, индивидуалка. Ну что, ну какова там вероятность, что ты где-то там залетишь по случайке? А председатель тренерского совета, кстати, нашего Евгения Редькина, он после того, как блистал на ижевской винтовке в 91-м году, в 92-м выиграл индивидуальную гонку, и наш Евгений Редькин завоял золотую награду, поэтому не надо бояться. Сильному ижевская винтовка только поможет. Так как мы вообще относимся к решению тренерского штаба? Потише, потише. Моё мнение, мы относимся положительно в условиях данных. Мы принимаем его. Мы принимаем бой! А мне кажется, что это решение будет пересмотрено на заседании правления Совета Биатлантийской России. А вот это правильно ли? Это правильно ли как раз? Это же по сути под давлением общественности какой-то. Если у нас есть такая формулировка, как тренерское решение, да, вот оно, у нас есть тренерское решение, а когда нам вчера присылают интервью Владимира Драчёвой, мы заранее писали ему вопросы и спрашивали, Владимир Петрович, а вот есть тренерское решение, а какова роль в нём президента Союза Биатлантийской России? Решающее! Он сказал финальная, финальная роль, да, тренерское решение, но окончательно скажу, это у нас тренерское решение, президентское решение или решение Совета Директоров? Да сейчас, Саша, президент у нас один. Ну, я считаю, что действительно, представьте ситуацию, когда Черчесов говорит, что нам не нужно брать футболиста Занина. Да, окей, господин Дюков, президент РФС, вы знаете, нам не нужно брать футболиста Занина. Потом Валентина Матвиенко вступает, господин Володин, спикеры верхней и нижней палаты. Виталий Дочи Медведев говорит, вы знаете, ну, есть же ещё футболист Трифонов и только Владимир Владимирович Путин, которому совсем нечего делать, кроме как определять состав сборной. Вы знаете, друзья, ну, попробуем всё-таки отказаться от футболиста Занина, потому что есть другой. Ну, это странно, понимаете? Вот я про это и говорю, то есть у нас опять обесценивается вообще значение тренеров. Если есть написано, что решают тренеры, тренерам сказали, тренеры, решайте. Тренеры, мы решили, поедут те же. Все, ой, тренеры, вы решили, неправильно. А сейчас в этой связи у меня следующий вопрос к нашему, так сказать, предводителю Дмитрию Викторовичу. Дмитрий Викторович, скоро в сборной появится, или как, в Союз Биатлонистов России, правильно, да, новая должность. Как правильно сказать? Генеральный менеджер, директор... Штайн Шлифтинг Хартер? Нет, подожди, директор по спорту или спортивный директор. Все ждут Валерия Польховского. Да, как называться будет это? Я не знаю, как будет называться. А что, чем он будет заниматься? Зам по спорту Валерий Польховский пришел на должность заместителя по спорту в СБР для того, чтобы выдержать паузу и рано или поздно начать работу с национальной сборной команды России. В качестве главного тренера? Да, неважно, кого главного тренера, заместителя главного по спортивной работе, как бы там ни было, Валерий Николаевич, к которому я отношусь с глубокой симпатией, мы с ним старинные товарищи, просто так на должности не приходит. И вот это очень интересно, понимаете? Это очень интересно. Что по этому поводу думает Хованцев? Я не знаю. Наставники, я не знаю. Помните, как раньше говорили, например, придет Польховский и развалит сервис, развалит то, развалит все. Но сейчас ситуация такая, что может прийти Польховский и реально всех объединить. Но насколько это вяжется с нынешней системой координат от Анатолия Хованцева, от его тренерских планов, потому что сейчас пока сборная на пути к чемпионату мира, при всех наших проблемах, в целом на правильном пути. Я в этом убежден. Но перетягивание одеяло начнется, да? Мы вот этого боимся. Но пока еще руководитель или там зам руководителя федерации, он не на спорте и не на контракте, как тренер. Поэтому, но в любом случае, нужно будет тренером держать ухо во стропа, оказывать результат со спортсменами. Ты как инсайдер скажи, насколько он близок к подписанию? Я не знаю, я знаю о том, что рассматривается кандидатура Валерия Польховского как человека, который будет работать в Союзе биатлонистов России неким замом Драчева по спорту. По спорту или высших достижений, по физической культуре и спорту. Может быть, он будет работать заместителем по драматическим театрам или, например, по филармониям. Я не знаю. Это опять начнется та же самая ерунда. В итоге, что сосав на эстафету, будут объявлять из Москвы. Или из Тюмени. Или из Тюмени, или еще бог знает откуда. В чем вообще этот прикол? Может, я какой-то наивный парень, но мне кажется, что это не очень правильно. Ну, как бы, понятно же, что это еще увеличивается количество звеньев, которые так или иначе будут влиять на то, что происходит в команде. А вообще, я еще про другое хотел сказать. Сейчас абсолютно офф-топ тема уходит много влево. Про фестиваль Park Life и группу The Killers? Да ты достал всех своих сториз, блин, своими билетами. Я пойду на их концерт. Я ждал их всю свою жизнь. Я мечтал съездить на них в Европу. Группа The Killers. Они приезжали в тринадцатом году. Я не пойму, что группа The Killers спонсирует наш подкаст. Давайте сам честно. Ты сам поднял эту тему. Килер в свое время. Это первый альбом Iron Maiden, когда Пол Диана еще после вот этого. Килерс это старый дед. Он еле ходит. На кого ты пойдешь? Боже мой. The Killers это топовая группа. Somebody told me you are the boyfriend. Ну, ладно. Bullshit, bullshit, нах. Ладно. Можно сейчас быстро просто вот одну тему сейчас взброшу? Я смотрю, когда вот на... Ты куда с дивана слез? Сядь нормально. Микрофон должен быть... Суставчики, суставчики. Сейчас, если кто-то пользуется микрофоном и не знает, как им правильно пользоваться, он должен быть направлен в подбородок обязательно. Поэтому давайте, поверну на тебя. Посмотри, как я пишу стендап. У меня микрофон смотрит вообще от меня. У тебя в сторону оператора смотрит. И слышит меня всегда прекрасно. Так вот я к чему говорю. Сейчас опять вот. Я так долго к ней подводил. Сейчас скажешь, ты реально вот это хотел сказать? Ты реально вот это хотел сказать? Нет, я приезжал сейчас на кубок юниорский, кубок Айбюк, там по Чуфарову снимали. Вот. И смотрю, а там тренеры такие, ну прям уже очень почтенные мужчины. У сборной России. У сборной России, да. А допустим, сборную Франции юниорскую тренирует Симон Фуркат. Не то, чтобы он гениальный тренер, бог его знает, но это Симон Фуркат. Вот. И... А потом мы приезжаем на Кубок мира, и мы ходим по тренерской бирже, и мы смотрим, что там, ну, в общем-то, средний возраст тренеров, это что-то вокруг 40 лет, наверное. Причем есть уже очень много молодых тренеров. Там тот же вот у шведов, который сейчас наставник, тоже молодой парень. Я о том, что у нас просто сейчас опять возвращается, да, к власти Валерий Польховский. Не к тому, что я против Валерия Польховского, а к тому, что у нас в целом свежей молодой крови как-то очень мало, и она не очень котируется. Слава богу, да, вот Хованцев отыскал Истомина, там. Слава богу, пока еще не выгоняют Норицына и держат его. А сколько они усмеялись, а какой молодец Истомин. Ну, просто, понимаете, если мы говорим... Молодец Истомин, а в этом речи, потому что не ценят молодые кадры, а мы все круговоротно и в природе. Послушай, если мы говорим про Польховского, то здесь речь прежде всего не о тренировочных методиках, которые, может быть, в понимании Валерия Николаевича немножко устарели, хотя вспомним 2016 год и чемпионат мира в Холмин-Колине, и как выступила там сборная Казахстана, которая все гонки пробежала по личным рекордам. А я считаю, что Валерий Польховский в сборной России это тот человек, который, я думаю, что раньше, чем Артем Истомин найдет нам штайншрифт-машину. Ну, то есть пока... А, сто процентов, и здесь не надо ходить далеко, какой-нибудь пресловутый бужумбук-колбаски, чтобы понять, это действительно так. Ну, короче, я ввел к тому, это в целом просто вот мое было какой-то взгляд со стороны, что у нас очень мало молодых тренеров, таких, которые вот с признанием с каким-то и с... Нариться? Нет, 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 с доверием со стороны руководства работают, и гораздо больше людей, которые вот люди такие, вот мы тренируем, а вы тренируетесь. Люди-человеки, помните? Как было у классиков, надо добавить честь такая. Да нет. Ну, подожди, сейчас, пахнуто уже, там, сейчас я тебе скажу, пока поговорим. Все, я понял, ладно. И вот, в итоге у нас что получается? И в итоге мы подводим некую черту нашей беседе. Как оно будет, пускай так оно и будет. А нет, давайте... Наши дела сидеть и, как говорится, обсуждать. А так-то ничего не зависит. Мы едем на рождественскую гонку в Гельзинкирхе. Ура! Наконец-то дядя Федор приехал! Да, к сожалению, мы далековато будем от Фелкинс-арены в этом году жить, поэтому не будем снег мы таскать из бара до трассы. Вот смотрите, друзья, мы все сделаем нормально, 28-го, смотрите нас, но тот самый случай, когда есть невежды, и числа и тех, кто пойдут в том числе и на рождественскую гонку. Александра Пахмутова, стихи Роберта Рождественского. Раненая птица в руки не давалась, раненая птица птицей оставалась, этот сон давнишний до сих пор мне снится, на траве кровавой вздрагивает птица. Господи ты, боже мой, все, я ухожу с микрофоном в сторону, потому что это невозможно. Когда я начинаю петь, у меня начинает болеть голова, и чтобы вас избавить от этого, я отошел немножко в сторонку. Давайте в итоге начнем уже постепенно, ну вот как я говорил... Люди нас не слышат уже, у них кровь из ушей идет. Подводить черту уже нашей сегодняшней беседии, нашему подкасту про женщин, мы ведь не поговорили про нашу команду, всем все устраивается. О, кстати, класс, вот мы говорим, что у нас структур, значит, нет, но Екатерина Юрлова и Светлана Миронова на каких-то структурах бегут. Куда-то прибежали, согласен, поэтому, знаете, как... И кричали, что у них все хорошо, и Юрлова в пассюте говорила, что им все лучше и выше были. Да, мы немножко тоже подластны эмоцией сиюминутной. Но не забываем, что у Екатерины Юрловой Перхт муж австриец, а фирма австрийская. Это правда, но с другой стороны, если у кого-то из членов нашей национальной сборной есть проблемы с сервисом, они получают еще неплохие деньги в качестве зарплат от 10 регионов, спонсорские и так далее, наймите себе персональных австрийских, норвежских, французских сервисеров одного. Это не так-то дорого стоит по меркам большого спорта, как делают это многие иностранцы. И, пожалуйста, у вас все будет нормально. Ну, сейчас-то, мне кажется, никто так не делает. Ну, и тем не менее... Тирель Экхов постоянно благодарит своих персональных ваксменов. Но им платит федерация. Не факт. Может быть, но, по крайней мере, это персональный ваксмен Тирель Экхов. В любом случае, хорошо, по нашей женской команде... Хотя, кстати, у Йоханнеса Бе персональный ваксмен, который работал в сборной России, итальянец. Да, и кто же, интересно, ему платит деньги, как ты думаешь? Ну, вот здесь у меня... Харальд Пятый, король Норвегии. Надо, я спрошу у Йоханнеса. Алло, это Харальд Пайф. Я требую, чтобы ты спел мой деньги для итальянского сервисного сервисного Йоханнеса. Ну, ребят, поэтому... Ты не спел песню. Я думал, что-нибудь современное спеть. Главный хит этого года, знаешь, какой? Пау, пау, пау. Пау, любимка. Группа Нилетта. Да, классная песня. Просто, я думаю, сейчас... Сейчас, думаю, напою ее. Открываю текст, здесь... Пау, 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 пау. Пау, пау, пау. Попадаешь в сердце, и остаешься там, любимка. Я просто трачу себя, я просто трачу себя. Пау, 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 пау. Сердце остаешься там Любим Это же мотив, не смог вспомнить Хорошая песня Поговори сейчас, я включу Это фарфан хороший Короче, смотрите, ребят, женщины остаются Рисцова молодец, Ворониной мы желаем удачи Рисцова, потому что вы в стафете на чемпионат мира готовы Абсолютно точно, три человека То есть по одной стафете все, мы уже Первый этап у нас есть Три человека, которые реально будут Оставаться Миронова, Юрлова, Перхта И Куклина молодец, плюс Миронова Плюс Рисцова Тамара Воронина Своё возьмёт, если выиграет на этапе Кубка АБЮ Старых под вопросом Январь у неё может быть никакой Могли бы Поршневу Морозову Но старых заслужила, посмотрим, что будет дальше Друзья, заключительный наш подкаст В новый уже Год глядя, мы запишем Гельзен-Кирхани, когда будет последняя информация От Союза биатлонистов России Занин, Трифонов-Губерниев, подкаст Подкаст Биатлонный подкаст Песня Знамевай Между нами Между нами Вада Между нами Ванька Между нами Лаба Между нами Дисквал Между нами Дисквал Где же ты Я тратил себя по КД Я был табельным Стал холл Песня про Григория Родченкова Где же ты Где же ты Все, Димон, давай Припев последний Димон, ты же знаешь эту песню Да я тебя умоляю Да кто же ее знает Димон, ты ее знаешь или нет? Да-да-да Откуда ты знаешь? Трачет Вот Слова-то где? Прайм тайм Время пострелять Между нами Пальба Пау-пау Попадаешь Сердце Остаешься там Любимка Все, короче, хорош Друзья Это был подкаст Он такой был веселый Предновогодний Поднял вам настроение Но в любом случае Мы верим в наш биатлон Безотносительно Всех проблем У Евгения У других прекрасных биатлонистов Мы все Обречены на успех Да Просто обречены Напишите кто-нибудь Кто послушал этот подкаст Куда-нибудь там В директ В инстаграм Нет, не в директ А просто пришлите в инстаграм Зайну Трифонову И мне Что бы вы еще хотели услышать Из нашего яркого эротика Содержательного Ночного подкаста Друж... Всем сосцы! Дружок Ты слушал подкаст Мы ждем Обратной связи Боже мой Мы продолжаем держать руку на пульсе Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok